привет мои хорошие привет мои родные папулькин поздоровайся всем привет вот девчонки мы собрались на рынок нам нужно сделать закупочку потому что можно говорит хочу овощного супика я говорю так у нас ничего нет овощей так что у нас сегодня как раз базарный день идем едем точнее на закупочку посмотрим у нас сейчас уже начинается сезон клубники муж клубнички подкупим в общем посмотрим чё есть чего нет кстати надо еще сметаны выйти будет до купить спрашивал это я зайду все равно посмотрю я вам не верю так что вот так вот что касается состояния здоровья моего я не буду в этом видео углубляться но раз вы видите да раз я же гуляю отдыхаю значит слава тебе господи все хорошо у нас сегодня такая холодина просто несусветная не знаю что сейчас может солнышко немножко потеплеет но у нас очень-очень холодно 4 градуса рано утром и да не ушел в школу полдевятого и было всего лишь 7 градусов но у нас ко всему узнать ему как говорится легких путей не ищем у нас решил дома скозлить кондиционер и теперь он осмыслает наши деньги но не выдает тепло вот так что теперь нужно вызывать еще мастера и скорее всего фреон заливать потому что если это дело все-таки фреон другого ничего вентилятор работает суду и просто слабенько так что так вот замерзла сегодня ужас я говорю я как на улице сопли текут пальцы на ногах замерзли вообще квартира блин ну все ребятушки мы уже приехали так что давайте прогуляемся с вами давно давно мои старенькие зрители не гуляли со мной по рынку ну это новенькие может еще совсем не видели так что пойдемте к закупочку так ребятушки ну что какой красивый перчик и что цены не вижу на него картофель и лук по 70 центов мандаринки какие красивые что-то мандарины такие слушай я еще такой цены на мандарины вообще не видела пару бы по евро 60 обойти там смотрите мы сюда за евро 60 пусть она их сама ест так пойдемте дальше туда так клубничка такая дорогая по 380 я хотела взять закрыть несколько баночек ну не буду я ее потом по еврику возьмусь через недельку вот смотрите мандарины там евро 60 тут он по еврику этот апельсины по 5 килограмм 3 евро снимаем пробу стоит ли брать у меня как-то вот там вот были вкуснее но я не знаю где но где мы всегда с тобой набираем у ребятуте мы пошли прогуляемся сша так морковочка 90 центов килограмм такую бери такую крупненькую я не люблю мелкую морковь уже даже самим разрешают накладывать говорят что растет так авокадо такие переспевшие по 2 евре к манго по 3 евро такие авокадо по 3 евро евро 20 дыни евро 20 бананчики ананасики один ананас 2 евро 2 ананаса 3 евро так пойдемте дальше а вон клубника смотрите евро 50 и 250 красавица и не надо брать под 380 я еще знаешь чего мне хочется этих канаре никогда их не хотелось сейчас хочется и все ну чтобы не такие как тот раз такие какие-то были как каши этот 250 папайя помидорки чевр не ну так давай если ты хочешь розовый восьмой раз цены конечно подорожали не знаю буду надеяться что это цена зависит от зимы но но даже зимой у нас получается летом пучок укропа и петрушки стоил по 50 центов а зимой 75 а сейчас уже еврик может с той стороны мишта мне тут по евро там все добра тут видишь как хорошо тут не тут этого бодылья ну и он тут как свеженький ты там думаешь есть где вот этот пдс то ахрен не знаю ну давай возьмем а какие ты хочешь вонючая ну те лилии что ты любишь пойдем еще на ту сторону посмотрим я вот эти люблю ты говоришь ой тебе они не нравятся давай начали с овощами да давай только родновидностей смотрите оливок чем испанцы славятся о том что у них что хочешь с чем хочешь и к этими корнишончиками и миндалем и перцами и лимоном и всем много-много всякой вкусняшки папа выбирает наш мандариночки что-то такое неудачное разгреби там кучку ты же сразу так раз и все ну что выберем вот ты не показал этот в камеру все такими попками яичка большая они тогда вкусные и сладкие да ну да такие невкусные эти апельсины мы берем ребят на сок потому что теперь утром подключить подключен еще соки вот так вот 3 евро 5 килограмм можно купить и 3 килограмма за евро мелкие для сока тоже подойдут баклажаны по евро по 50 центов мандарины поел то есть на любой кошелек какие хотите вам лимоны по 50 центов тут еще дешевле 50 центов ну мы уже взяли в субботу еще все с пипитком пошел пошли черри 1 евро 25 центов яблоки евро 40 перец евро 80 ну тут всегда перец дорогой можно красавец по еврику найти аж бегом берем лучок 2 килограмма еврик шампиньоны смотрите какие красавчики вообще беленькие беленькие только сорваны евро 25 полкило картофель белый 70 центов мы как-то и белый не очень люблю больше люблю розовый но что-то нам не удалось еще пока найти так что перчик смотрите красненький по еврику чуть-чуть в глубь рынка отходишь и там всегда цены гораздо дешевле чем с краешку артишок артишоки по еврику обожаю их но сейчас нет сил с ними возиться тут неимоверно вкусные помидоры их конечно мы здесь не берем потому что министер цены не сложит но они всегда тут с оливковым маслечком с солькой подают такие а вот смотрите смотрите какие красивые по 7 евро просто трындец я всегда беру вот такие огурчики вот здесь эти огурцы 5 евро везде они 250 но сегодня я обошла вот уже и нигде их нет ну а то 5 евро я точно огурцы брать не буду как аппетитно сейчас бы так кусочек с удовольствием бы схватила солькой смотрите какие розовые гиганты ну я не вижу надобности покупать такие дорогие помидоры что там помидоры наши что-то наших не видно да ну тут вот такие вот черный принц евро 80 розовый 2,50 и вот такие да не ну берем вроде они такие не четкие неплохие а евро 70 сливка евро 20 и вот такие вот мелкие да не у меня по 99 центов фух но сегодня что-то не пойму с чем это связано но рынок дороговат если честь если честно такую маленькую на супик вот эту подниму нету там черного под листочками ну нормально да а у нас у нас так берем брокколи и капусточку вот это не нет это для салатика но у нас тебе сейчас нельзя и мне нет 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 редисочка мы по евре евро 20 есть крючок надо брать хотим какие-то оливочки взять 86 номер за помощь мы брали такие чисто зеленые темные по-моему вот они 84 или те первые какие-то вкусняшки это 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 тоже каждый себе покупает кто что хочет Папа берет еще мандарин. Никогда не берет мандарины в одном месте. Берет всегда по килограмму в разных местах, чтобы точно были цвета. А я себе купила вот такие солнечные цветочки для поднятия себе настроения. Такое солнышко и такие вот цветочки. Только что встретила свою подписчицу Людочкой. Людочка, спасибо тебе огромное за все. Я тебя целую и обнимаю. Мне правда так немножечко было неловко, но с одной стороны. И очень-очень сильно приятно. Так что, что-то сегодня рынок такой, не знаю. Из того, что мы привыкли все время брать, что-то ничего нет. Я говорю, ничего страшного, если мы переплатим каких-то 10 центов за картофель в магазине. Но зато возьмем то, к чему мы привыкли. А не то, что нам предлагают здесь. И уже будем направляться к машине, потому что уже ноги хорошенько чувствуют. Мне еще этот бандаж. Мне кажется, что если бы я хотела без бандажа, может быть, конечно, так кажется, чтобы мне было легче. Но что-то я к нему никак не могу привыкнуть. Мне сегодня еще на 6 часов вечера во больницу. Так что нужно так, чтобы, как говорится, прийти и не вытянуть ноги от бессилия. Вот это я с первых дней слишком много стараюсь на себя взять. Я там отошла, потому что, боже, вот кричат. Ужас, голова квадратная. Вот это я уже отвыкла от этих рынков. Вот. Ну все. Грейпфрукт какой красивенький. По 80 центов. Лимончики 2 евро. Ой, 2 килограмма, евро 50. В общем. На любой вкус и цвет покупайте все, что хотите, все, что надо. В общем, я люблю, я не знаю, я почему-то люблю так ходить на испанские рынки. Меня они абсолютно не утомляют. Из-за того, что так все красочно, все красное, желтое, оранжевое. Вау. Все. Так, все, ребята. Зашли еще в Алде. Эту лобнику я так и не купила. Потому что еще такая тверда... Ну, нет, не натянула в себя вот этой немножко сладости. Даже ту, которую я брала в Меркадоне, мне гораздо больше понравилась, чем на рынке. Ну, ничего, мы еще в субботу приедем на рынок. И, может, в субботе уже будет больше. Мы заходили в этот... Валди, покажи, папуля. У нас голодовка. Мы накупили сметану. У нас сметана очень много уходит. Мы очень любим сметану. Мы кладем сметану. Мы. Мы. Мы с Максом. И в суп, и в борщ. И блины. И в последнее время меня что-то очень сильно прикольнуло. Эти салаты больше со сметаной. Наверное, уже немножко отустала от оливкового масла. Ну, в общем, как бы там ни было. Набрали сметану и все это. Ну, и там кое-что еще по мелочи. От фета и картошки. Взяли килограммчик, чтобы до субботы перетянуть. Вы спрашивали по поводу автомобиля. Нет, ребят, мы не купили машину. Это не моя любимочка. Вот моя подружка дала мне. На недельку поездить, порешать свои дела. Вот у них есть одна в семье. Это еще одна рабочая. Но, в общем, дали попользоваться. Сейчас я присяду. Чего это чуть-чуть сложнее. Сейчас, ребят. Все. Я уселась. Наконец-то. Ну, я считаю, что я и так. Да, Папуль? Я герой. Вот сюда, как всегда, на Кубежале вокруг Базаровича. Я думал, будем покупать все с первого раза. Ты же знаешь, что когда со мной ходишь на рынок, ничего не возьмешь. Да, я люблю с Дасей ходить. Потому что вы увидели, увидели, купили и все. Не экономные вообще. Я нормально все покупаю. Зачем ходить по пять раз, если мы с первого раза видим, нравится. Ну, в общем, мы еще, мы такое сегодня взяли. По чуть-чуть всего. В субботу приедем уже, сделаем более закупочку. Потому что, чтобы потом в руках просто не таскать. Потому что машину отдадим. Электрические. Автобусы, город, пообщем. Потому что машину потом отдадим, чтобы потом сюда не шарахаться. Почему и сметану взяли, потому что у нее тоже срок годности. По-моему, три недели. Ну, что это такое. Чтобы мы этих десять баночек за три недели и смопаем. Вот. Все, мои хорошие. Вот такой вот у нас сегодня был закупочный день. У нас сегодня в планах еще будет одна поездка в один магазин. Пока не буду ничего говорить, потому что не знаю, поедем мы сегодня или нет. Посмотрим, потому что мне еще в больницу же надо. А это будет не в нашем городе. Так что посмотрим, в общем, как мы сможем рассчитать время. Я вас целую и обнимаю. Спасибо, что вы были со мной. Я вам всем-всем-всем желаю крепкого-крепкого здоровья. Всего самого хорошего. Пока-пока.